Всем привет, с вами Джейков, ну и уже довольно-таки давно не было разных туториалов, и так как я не знал по какой теме или рубрике записать видео, вот поэтому я и решил записать туториал. Хорошо, туториал будет по теме, как сделать свою превьюшку для видео. Кто не знает, расшифрую, превьюшка это как бы, если просто сказать, это картинка для видео. Вот возьмем на любом примере, вот, отлично, Маша и Медведь, вот припустим, видим вот эта картинка, вот здесь, типа, крик победы или что это, вот эта картинка, это как раз-таки и есть та же самая превьюшка. Так что я забыл войти в свой аккаунт, ладно, это не так важно. В общем-то вы поняли, что вот это как бы сама превьюшка, которую мы будем делать, только делать мы будем в стиле Майнкрафта, наверное, да. Ну и что ж, давайте переступать, что нам нужно, самое главное, это, конечно же, фотошоп, желательно версии, ну, не ниже CS5. У меня CS6, пожалуй, по-моему, самая новая, как бы, версия. Возможно, есть какие-то там обновления, типа, снапшотов, что-то такое, но я в этом, как бы, не особо разбираюсь, мне достаточно обычного фотошопа. Ну, начнем, пожалуй, с того, что нам нужно создать, как раз-таки, область, в которой мы будем работать, даже не область, а сам холст, что ли. Нажимаем файл, создать, и здесь, примерно, делаем такие размеры. Здесь стираем, если у вас что-то другое, и пишем вот, что, 1280, точнее, извиняюсь, на 720. Это, если бы это была видеодорожка какая-то, то это бы считалось, как HD-качество, потому что Full HD, это 1920 на 1080, а у нас просто обычная HD, но этого полностью достаточно, чтобы даже с близко, наша картинка, наша превьюшка, казалась довольно-таки красивой и приятной на взгляд, что-то такое. И, пожалуй, буду я делать превьюшку по теме, припустим, Sky Wars, припустим, давайте так, возможно, кому-то даже пригодится. Для начала я найду какой-то фон, хотя не обязательно именно сам фон, потому что можно уже найти картинку, где написано Sky Wars. Сейчас сделаем вот так, да, кстати, купил новую клавиатуру, поэтому сейчас не особо, наверное, не так сильно слышно, как я клацаю по ней. Фон, ну, припустим так, увидим результаты. И вот, видим, нам уже выбрасывает разные результаты, но если вы хотите поместить на превьюшку еще там свой скин, тогда делаем следующее. Ищем подходящую картинку. Я один раз, даже не один раз, примерно, по-моему, два раза использовал одну картинку. О, офигеть, здесь моя превьюшка еще со старого видео, механизмы Майнкрафт. Это каким чудом? Жесть, просто, да уж. Хорошо. Значит, значит, так, давайте Sky Wars фон. Достаточно будет, достаточно этого. Вот и здесь ищем подходящую. Я уже несколько раз использовал... Где же она? Я не могу ее найти. Где-то она была. Где-то была такая картинка. Sky Wars, ну, припустим, Майнкрафт, напишем Майнкрафт фон. Просто вот так. Даже. Вот, вот, нашло эти две картинки, которые я использовал в своих превьюшках. Вот сам, в самом последнем Sky Wars я использовал. Вот, можно сказать, эту заготовку, а дальше уже скин и номер серии Sky Wars я уже делал сам. И вот здесь есть разные виды такие. Вы выбираете, какой хотите. Но давайте покажу на примере вот этого. Этот неплохой. Нажимаем открыть в полном размере, если бы это в Google картинки вы зашли. Нажимаете правильную мышу и сохранить картинку. Как, думаю, это все знают. Нажимаем сохранить. И что сделаем здесь? Когда она докачалась, просто берем, зажимаем и переносим ее в Photoshop. Хорошо, здесь она уже сама разместилась по самой области, как нам и нужно. Вот, немножко поправил. И нажимаем Enter, либо здесь галочку. Хорошо. Ну, для того, чтобы наша превьюшка как-то немножко выражалась, как-то красиво смотрелась, можно добавить рамку. Так делают многие. Рамку сделать не тяжело. Вот здесь. Итак, ребята, я немножко извиняюсь. Меня, как обычно, отвлекли от записи видео. В общем-то, мы остановились на том, что захотели сделать рамку, как бы, которая бы немножко как-то выражала нашу превьюшку среди других, что ли. Хорошо. И как же это сделать? Вот здесь, в правом нижнем углу, где наши слои, мы что делаем? Если у вас выбран нижний фон, то выбираете самый верхний слой. В нашем случае, вот этот фон. И нажимаете вот на эту кнопочку. Это создать новый слой. И поверх этого слоя у нас создался новый слой, на котором мы будем сейчас делать рамку. Итак, рамку не обязательно делать такой жирной прям. Поэтому, достаточно где-то вот здесь, вот здесь, где-то так нажать этим крестиком, крестиком и вот где-то сюда. Вот. Даже не так, даже слишком уже толстая получилась. Даже вот так. Хорошо. Вот. И, по сути, если мы сейчас будем заливать цветом, то мы зальем эту область в это виде, да? Вот. Поэтому, чтобы нам залить именно нашу рамку, нам нужно вот здесь, ничего не убирая выделение, нужно нажать выделение как раз таки. И инверсия. Все. Теперь у нас выделилась вот эта область. Так. Но мы зальем ее другим цветом. Желательно даже градиентом. Итак, что делаем? Нажимаем правила и шеем мыши здесь, где у вас заливка будет. И выбираем градиент. Хорошо. Здесь, сверху, просто нажимаем и вот здесь уже выбираем нужный цвет. Здесь я, у меня, у меня уже есть некоторые градиенты. Вот. Но мы сделаем новый, чтобы он сочетался немножко с самим текстом. Итак, я выберу двойной вот этот градиент, потому что здесь есть тройные. Вот, например, вот здесь три вида цветов. Но я выберу двойной. Вот нажимаем здесь, вот на эту такую себе, на такой себе квадратик с треугольником, что-то такое. Это контрольная, контрольная точка цвета. И вот здесь уже выбираем цвет. Но чтобы долго не париться, просто нажимаем вот здесь, именно по картинке, который цвет мы хотим. И, ау, теперь вот эту контрольную точку цвета, желтую. Вот так. И что делаем теперь? Теперь зажимаем shift и вот так проводим наверх. И оп, у нас заливается наш градиент. Уже выглядит более-менее красиво. По крайней мере, она так немножко уже получше выражается, чем без... Вот зацените просто вот это сейчас с рамкой, а теперь без рамки. То есть, видим, что есть какая-то разница. И как-то с рамкой более приятно, более как-то радует глаз, что-то как-то так. И чтобы добавить нашей рамки еще больше выразительности, мы просто вот здесь, где у нас слой с рамкой, кликаем два раза. И вот здесь у нас есть обводка. Нажимаем обводка. Цвет ставим, ну, примерно как здесь. Это, ну, почти черный, так немножко серый. И вот здесь размер. То есть, можем выбирать нужный размер. Я выберу где-то... Думаю, что... Даже девятка будет достаточно. Хорошо, вы также можете использовать вместо обводки тень. Она также неплохо смотрится. И что, смотрим. Видим, что вполне неплохо, неплохо, да. Хорошо, и теперь нам нужно поместить наш скин или что-то такое. Здесь, если у вас уже есть арт, например, сделанный в Cinema 4D, или там даже нарисованный арт, хотя не советую, потому что он не очень красиво будет смотреться на вот такой вот картинке кубической. А здесь, оп, ваш арт как-то не очень. Поэтому желательно научиться или где-то купить, там, не знаю, за каких-то 10 рублей арт в Cinema 4D. В моем случае, вот сейчас покажу на примере, у меня есть мой GFX Pack, в котором я держу разные эффекты, фоны, блики для фотошопа. И здесь у меня есть арты, которые я использую в превью. В последнем я... В последней... В последней превью я использовал вот эту картинку. У меня почему-то все время здесь какой-то шум на подбородке, я не знаю почему. Вот, а я буду использовать, припустим, даже вот эту. Итак, что мы делаем? Просто берем и переносим в фотошоп. Хорошо, а здесь, чтобы наша картинка не искривлялась по пропорциям, то есть вот так, чтобы она не зажималась и так далее, что мы делаем? Мы зажимаем shift обязательно и держим. И вот здесь, где у нас край, просто вот так видим, что если мы даже вверх будем тянуть, то картинка не будет искривляться. И вот это хорошо. Хорошо, я думаю, что где-то вот такой размер хорошо будет. И я хочу, чтобы мой как бы арт как бы смотрел в другую сторону. Для этого вот здесь сверху есть координаты и даже не координаты. Хотя да, координаты и вот здесь где буква H, то я ставлю минус. Вот, он уже смотрит в другую сторону. Ну, так же неплохо смотрится. Хорошо, еще я немножко даже как-то наклоню его и увеличу даже. И вот думаю, что здесь уже можно поместить. Нажимаем enter, либо вот здесь такую галочку. Хорошо. И немножко такой баг. Синема, когда делаешь арт и у вас еще есть на верхнем слое вашего скина какая-то шапка или капюшон, то здесь может быть вот такая штучка, видите? Как бы такой квадратик возле ваших там, не знаю, возле вашего подбородка. И как его убрать? Это довольно-таки просто. Вот здесь выбираем волшебный эластик. Так нужно растрировать объект. И нажимаем вот по этому. И здесь так же. Оп, все. Все красиво и приятно даже. Но можно заметить, что скин как-то слишком темный на этом фоне. Что делать в таком случае? В таком случае выбираем наш слой с артом и нажимаем яркость и контрастность. И здесь уже корректируем. Но с нами корректируется сама картинка. Это немножко плохо, я не знаю, как отстранить это. Но мне кажется, что вот так уже вполне красиво смотрится. Вполне красиво и ярко. Все. Вот, неплохо, неплохо, я бы сказал. Да. И чтобы добавить какое-то выражение, что ли, вашему скину, можно сделать еще вот как. Так, выбираем наш слой с артом и зажимаем Ctrl-G, английскую, которую вы сейчас видите на экране, если не в курсе. Вот. И здесь у нас появляется копия этого нашего арта, которое мы берем и вот здесь, где слои, переносим вниз. Хорошо. Теперь этот арт у нас за этим, как бы скином. Хорошо. Ничего, трогать не будем. Вернем действие назад. Сочетаем клавиш Ctrl-Z. Хорошо. И что мы делаем? Два раза жмем. Здесь выбираем заливка. Точнее наложение цвета. И выбираем черный цвет. Окей. Окей. После чего ничего не меняем в слоях. Также у нас должен быть выделен вот наш второй арт, который у нас за этим. Вот. Видите, он стал черным теперь. Хорошо. И что делаем? Нажимаем фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. И видим, что у нас как-то он размывается. Зачем нам это нужно? Просто, когда мы делаем такое размытие, такое ощущение, что будто от нашего арта идет сзади тень. И это довольно приятная тень, чем бы было просто вот так вот, как вы сейчас видите. Делаем, ставим где-то на 36. Даже поставим 30. 30,5. По-моему, так неплохо. Окей. И что? У нас получилась такая мягкая тень. Мягкая, неплохая тень. Если у вас она получилась слишком видна, то просто вот здесь, где у нас прозрачность объекта, мы просто меняем. Но мне нравится так, как оно сейчас есть. Ну и что теперь можем сделать? Теперь можно добавить номер вашей серии. То есть, например, если у вас там, не знаю, 10 Sky Wars уже. То есть, 10 видео по Sky Wars, тогда делаем вот что. Выбираем инструмент, текст. Так, ждем, пока он загружается. И все, он загрузился. Теперь ждем, точнее, жмем, извиняюсь, по любой области нашего документа. Можно даже так сказать. И что мы делаем? Пишем. Вот, например, перепустим 10 серии. Вот. После чего жмем на эту прямоугольную область. И нажимаем правило клавишей мыши, свободное трансформирование. После чего зажимаем Shift. И вот так вот увеличиваем. Опять-таки, без искривления пропорций, по-моему. По-моему, правильно сказал, да? Хорошо. И нажимаем Enter. И можно еще поэкспериментировать с шрифтом. Я поищу какой-то шрифт получше, покрасивее. Потому что меня тот сейчас не устраивает. Вот Bebas. Bebas хороший шрифт. Советую. Но, увы, он не очень вписывается в нашу превьюшку. Поэтому я ищу какой-то другой шрифт. Так, нет. Этот не очень. Вот этот. Этот так себе слишком квадратный. Как бы. Поэтому не очень там сойдет. Такой как-то слишком худой. Да, да, да. Подбирание шрифта не такая уж и легкая работа. Потому что нужно найти подходящий шрифт, который бы подошел. Подошел именно вашей превьюшке, вашей работе. Даже не обязательно превьюшке, а просто который бы как-то, не знаю, сочетался с другими, другими там, какими-то объектами в вашей работе. Хорошо. Вот. Если не будет других вариантов, то я выберу вот этот шрифт. И не буду мучиться, потому что я не знаю, какие шрифты можно еще подобрать здесь. Это слишком какой-то толстый. Поэтому. Вот. Импакт. Точнее даже Импакт. Неплохой шрифт. И он также используется на многих мемах. То есть всем известных вот таких вот разных картинках, комиксах. Именно сверху и снизу. Это как раз таки тот самый шрифт Импакт. Или Импакт опять-таки. Хорошо. Пусть будет он. Возможно были бы и шрифты получше. Просто я недавно удалил все шрифты. Потому что у меня их было слишком много. И иногда даже логал фотошоп. Когда я создавал текст и так далее. Поэтому пусть будет этот текст. И что мы делаем дальше. Вот здесь где слой с текстом. Нажимаем два раза. И я хочу придать ему такой же градиент, как и в текст. Нажимаем наложение градиента. И вот здесь. Выбираем снизу. Именно наш нижний цвет такой. Более оранжевый. И верхний теперь берем. Вот такой. Хорошо. И теперь делаем обводку. Обводку где-то нужно пожирнее поставить. Где-то такую, как сам текст. Вот как-то так. И цвет желательно обводки не такой черный, а серый. Как вот здесь у текста. Давайте даже немножко вот так вот так покрасивее. Хорошо. Теперь можно разместить как нам угодно. Как нам будет и угодно, и удобно. Я считаю, что нужно немножко уменьшить его. И вот так будет вполне в самый раз. Можно его поместить где-то посередине. Но я считаю, что это не будет очень красиво смотреться. Хорошо. И здесь проделываем ту же самую операцию, что и с артом. Но перед этим нужно нажать правильнейшей мыши по нашему слою с номером серии. И нажимаем растрировать текст. Теперь текст стал таким же самым объектом, как и другие. И что мы делаем? Опять-таки жмем, сочетаем клавиш Ctrl плюс G. И все. Теперь перемещаем наш текст вниз. То есть у нас здесь копия вот этого номера серии. И нажимаем два раза по нему. И здесь убираем все. Пожалуй, обводку оставим. Убираем наложение градиента. И выбираем наложение цвета. Здесь накладываем черный цвет. Нажимаем ОК. ОК. И здесь жмем фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. И вот здесь жмем ОК. Ничего страшного. Все дело в обводке. Она не хочет у нас размываться. Поэтому мы ее убираем. Хорошо. Видим, что у нас появилась вот такая, видите, черная область. Это как раз таки и есть наша мягкая тень. Извиняюсь, отвлекся. Хорошо. Вот. Ну и чтобы здесь вот это поле не оставлялось пустым, что мы сделаем? Можно поставить какой-то арт там, например. Вот как ставил я. Например, поставим арт. Так что у меня шум в квартире. Блин. Так. Можно поставить какой-то арт там, свинюшки или что-то такое. Вот, например, у меня где-то был арт. Вот. Вот. Арт Оцелота. Котейки нашего. Вот. Я его, пожалуй, в другую сторону. Вот так. Вот. И вот так вот, даже пусть он вылезает из-за текста. Хотя даже поменьше его сделаем. Вот. Вот так типа он вылезает из-за текста. И опять-таки проделываем ту же операцию с тенью. Я этого вам уже докладно объяснять не буду. Поэтому, пожалуй, давайте немножко ускоримся. Хорошо. По-моему, довольно-таки неплохо получилось. И, по сути, наша работа готова. Наша превьюшка уже готова. И вы уже смело можете ее загружать вместе с вашим видео на YouTube. В общем-то, и что же нужно еще сделать? Еще нужно сохранить, конечно же, перед тем, как ее загружать на YouTube. Те, кто не знают, объясню. Нажимаем файл. Сохранить как. И вот здесь тип файлов. Выбираем формат. Желательно ставить JPEG. По-моему, так. Вот. И называем, как хотим. Например, наша превьюшка. Так, у меня темно в комнате, поэтому не вижу клавиатуру почти. Так, включу свет. Вот, вот так получен. Ну, наша превьюшка, после чего на рабочий стол пусть. Нажимаем сохранить. Качество наилучшее. Окей. Все. Оно сохранилось. И теперь мы можем его найти на нашем рабочем столе. Вот. Вот наша превьюшка в размере HD. И даже с близка она будет смотреться очень красиво и приятно, на ваш взгляд. Ну, и что же, пожалуй, наверное, это все. Сегодня мы сделали вот такую вот превьюшку. Ну, а с вами был Джейкоб. Если я вам как-то помог, то обязательно нажмите лайк. За что я вам сразу говорю спасибо, если вы уже поставили. И также, если у вас что-то там не получилось, то пишите мне комменты, либо даже в ВК. И я вам постараюсь помочь. Ну, а что же, с вами был Джейкоб. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, ждите новых видео обязательно. Ну, что же, дорогие друзья, всем удачи. Всем пока.